Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы вспоминаем усекновение главы Иоанна Крестителя. И этот день Святая Церковь читает Евангелие от Марка, 24-е зачало. И мы читаем Евангелие от Марка, 6-я глава, 14-го стиха и ниже. А иные говорили, это пророк или как один из пророков. И действительно, в Священном Писании говорится о том, что по поводу Христа были разные мнения в еврейском народе. И в 16-й главе Евангелия от Матфея мы находим слова «Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого». Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете Меня? «Симон же Петр, отвечая, сказал, Ты Христос, Сын Бога Живака». Действительно, о Христе были разные представления, и только апостолы в лице апостола Петра выразили правильное отношение к нему как к Сыну Божию, то есть как к Богу, «Света от света, Бога истина от Бога истина» и как к Мессии. Ирод слышал какие-то слухи о Христе, но он лично не общался со Христом. Встреча произойдет только незадолго перед Голгофской казнью Христа, и он имел свое мнение, что это Иоанн Креститель или один из древних пророков. Ирод же, услышав, сказал, это Иоанн, которого я безглавил, он воскрес из мертвых. Почему Ирод допускает такую мысль, что Иоанн Креститель воскрес из мертвых? Потому что в понимании ветхозаветных людей как и в понимании церкви смерть является результатом греха. Попущенная даже Богом, она всегда результат греха. Ирод отлично понимал, что Иоанн Креститель не был ни в чем виновен по отношению к нему. И что сам Ирод осудил его несправедливо. А как это произошло, мы читаем далее. Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. То есть Ирод женился на жене брата своего. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Здесь мы видим, что Иоанн Креститель не был лицеприятным. Если он обличал простых людей, он обличает и царя Иудейского. Но подлинное обличение в христианском понимании должно предлагать человеку слова исправления. И святые отцы заповедовали нам даже не подходить к человеку со словами обвинения, если у нас нет для этого человека слов исправления. И Иоанн Креститель подсказывал Ироду, как поступить. Не должно тебе иметь жену брата твоего. И если бы Ирод воспринял эти слова пророка как господнее руководство к действию, он смог бы исправиться. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ну, имеется в виду, что она плела разные интриги, какие-то обвинения могла выносить на суд Ирода против Иоанна Крестителя, но все это было несущественно. Мы видим, что Ирод – это вполне религиозный человек, который может отличить праведность от неправедности, и он любил беседовать с Иоанном Крестителем. И мы прочитали, что он с удовольствием слушал его. А Иоанн Креститель давал ему разное наставление, и Ирод берег его, прежде всего от своей жены, получается, «многое делал, слушаясь его». То есть он слушался Иоанна Крестителя, только не в том вопросе, в котором Иоанн Креститель обличал его. То есть праведный приходит со словами обличения для того, чтобы исправить грешника, не для того, чтобы опозорить его, ославить его, а именно для того, чтобы исправить его. Настал удобный день, имеется в виду удобный день для Иродиады, который искал, как погубить Иоанна Крестителя, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Надо сказать, что в Библии, на это обращает внимание блаженный Иероним Стридонский, говорится только о двух людях, которые праздновали свой день рождения. Это Ирод, и это празднество окончится казнью Иоанна Крестителя, и это египетский фараон. Из книги Бытия, его день рождения кончился казнью Хлебодара. И блаженный Иероним делает вывод. Дурное дело порождает дурные поступки. Действительно, для многих людей день собственного рождения – это праздник гедонизма. Кстати, известно, что в сатанинских сектах самый главный праздник в жизни каждого сатаниста – это его собственный день рождения. Но в Библии мы можем находить несколько другое отношение к этому дню. Так Иов Многострадальный проклинал день своего рождения. Мы читаем третью главу. Третий стих и ниже. Иов восклицал, «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет. Да мрачит его тьма, и тень смертная, да обложит его туча, да страшаться его, как палящего зноя. Ночь та да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет в число месяцев». То есть Иов не просто проклинал день своего рождения, он проклинал и месяц, настаивая на том, что не надо даже высчитывать день, в который человек родился. и у православных христиан действительно не принято праздновать день собственного рождения. у нас празднуется день ангела, и этот день для нас имеет значительно большее значение, потому что в православии есть такое понимание, как философия имени, то есть имея некое имя, как символ, мы изучаем житие того святого, имя которого мы носим, чтобы подражать его вере и его добродетелям. Но в то же время в Писании говорится о дне рождения человека, правда уже не со стороны самого этого человека, а со стороны его родителей и прежде всего со стороны его матери, который, хотя многое страдает в этот день, но радость этого события, когда ребенок рождается, затмевает для нее любые скорби. Об этом мы можем прочитать в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 21 стих, 16 глава, 21 стих. Это слова Христа. «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». То есть это все-таки день радости и прежде всего для родителей, потому что в библейском понимании Божье благословение – это и есть дети, которые даются нам. И если мы читаем Ветхий Завет, и там Бог говорит кому-то, «Я тебя благословлю», прежде всего имеется в виду благословение через чадо родства. И древние к этому относились очень серьезно. Но в то же время то, как язычники отмечали день собственного рождения или нечестивые люди древности, это не может для нас являться примером для подражания. Это что-то ужасное и печальное. Но вернемся к тексту Евангелия от Марка. «Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам Галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежащим с ним. Царь сказал девице, «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей, «Чего не попросишь у меня, дам тебе даже до половины моего царства». Вот эта юная плесунья по научению матери пляшет среди мужчин, потому что любая трапеза в то время, она чаще исключала участие женщин. Это были такие мужские застолья. И она бесстыдными телодвижениями распаляет Ирода, и он произносит вот эту безрассудную клятву, что он даст ей все, что она попросит, даже до половины царства. Чем мог клясться Ирод? Он мог клясться именем Божьим. Вот в иудаизме это было допустимо, или какой-нибудь святыней, святостью храма и так далее. Мы знаем, что в христианстве отношение к клятвам совсем другое, и они не допускаются, только в редких случаях. И христианская клятва она не является чем-то безусловным. Например, когда христианин дает присягу в суде, он дает присягу говорить то, чему он точно был свидетель. Или когда христианин православный дает воинскую присягу, он не говорит, что он точно исполнит то-то и то-то, потому что в присяге в это есть слова, а если я нарушу слова клятвы моей, вот пусть то-то и то-то со мной произойдет. Но совершенно недопустима клятва, когда человек говорит с позиции самоуверенности «я точно сделаю», «я знаю, что я это сделаю», никак не может произойти иначе. Это вызов Богу, потому что наше настоящее и наше прошлое и наше будущее, все это принадлежит Богу и только Богу. И у христиан недопустимо, совершенно недопустимо произносить некие такие самоуверенные фразы, что вот «точно-точно я сделаю то, о чем сейчас говорю». И вот в послании Иакова, пятая голова с 12 стиха и ниже сказано «Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землею и никакой другой клятвой, но да будет у вас да, да и нет, нет, дабы вам не подпасть осуждению». То есть, христианин, если он говорит «да», то его «да» это всегда «да». Если он говорит «нет», его «нет» всегда «нет». И когда христианин поступает так, то никто уже не требует с него клятв, потому что христианин хозяин своего слова. А здесь дается клятва, и святые отцы обращают внимание на то, что Ирод дает клятву не перед другими царями, а перед своими рабами, перед подчиненными ему людьми. И он становится заложником, по сути дела, собственного мнения своего. «Итак, когда он сказал и клялся, чего не попросит она, дам тебе, даже до половины моего царства, она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала «Головы Иоанна Крестителя». Почему? Потому что Ирод уже находился под властью Иродиады, и все, что имел Ирод, принадлежало Иродиаде. Единственное препятствие для нее это Иоанн Креститель, который говорил Ироду «Не должно тебе иметь жену брата твоего». И Иродиада научает свою дочку эту Плесунью, чтобы она попросила головы Иоанна Крестителя. И она тот час пошла с поспешностью к царю. Вот эта фраза «тот час» сказана в обвинении ее. Она не раздумывает, она не пытается это оспорить, она соглашается с этим. И она тот час пошла с поспешностью к царю и просила говоря «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, ведь он любил Иоанна Крестителя, почитая его святым и праведным человеком, и как мы прочитали «слушаясь его и с удовольствием слушал его». То есть Ирод любил беседовать с пророком Божиим, ибо пророк – это человек, который проницает и настоящее, и прошлое, и будущее. Общение с этим человеком было некой усладой для Ирода, как для религиозного человека. Но его религиозность не являлась всецелым следованием по стезям заповедей Божьих, его собственная гордыня, его гедонизм. Все это обнаруживало то, что он больше служил самому себе, чем Богу, ради которого по учению апостола Павла ради Господа мы должны все почитать щитую. но в нем этого не было. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежащих с ним не захотел отказать ей какое-то плесунье ради возлежащих с ним то есть те, которые были в зависимом положении от него это его же вельможи, тысячи начальники, старейшины. И тот час послав оруженосца царь повелел принести голову его, то есть голову Иоанна Крестителя. В те времена было принято, что когда какой-то праздник, а собственный день рождения у этого гедониста был великим праздником у Ирода, обычно на праздник отпускали заключенных, и когда бегут вниз в темницу, гремят ключами, открывают дверь. Иоанн Креститель понимал, что Ирод дорожит им, и Иоанн Креститель дорожил Иродом через свои обличения, ища для него спасения. но пришел палач, его должны казнить, и вот меч или топор, вот блюдо, приготовленное для головы пророка Господня. Иоанн Креститель в притчах Христа он называется друг жениха. Иоанн Креститель, притеча Христа во всем. Он раньше Христа рождается в этот мир, он раньше принимает смерть, он раньше сходит в ад, он раньше проповедует святое Евангелие, он предтеча, тот, который идет пред Христом, глаз вопиющего в пустыне. Отличительная особенность Иоанна Крестителя все пророки пророчествовали, указывая на Христа, на события истории собственного народа. Но только об Иоанне Крестителе есть пророчество о том, что придет такой, и он будет глаз вопиющего в пустыне. Христос называет его величайшим из всех пророков. Иоанн Креститель в понимании Христа был в духе пророка Ильи, как Христос говорил о нем, если хотите, он и есть Илья. И вот палач пришел, он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице. Вот ее приз за этот танец, а девица отдала ее матери своей ученики его, то есть ученики Иоанна Крестителя, они назывались Иониты, услышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. Существует предание о том, что когда Ирдиада внесла блюдо с головой Иоанна Крестителя пред лицо Ирода, чтобы похвастаться этим трофеем, она ликовала, потому что никто больше не будет говорить Ироду не должно тебе иметь жену брата твоего, но уста мертвого пророка раскрылись и произнесли. Не должно тебе иметь жену брата твоего. Остановить божественное пророчество невозможно. И если один пророк падает, его инициативу перехватывает другой. И в русском народе это выражено словами пословицы свято место пусто не бывает. Давайте посмотрим, что пишет святитель Иоанн Златоуст на казнь Иоанна Крестителя. Это его трактат о соблазняющихся. «Рассмотри так же какова сила узника и немощь тирана, ибо последний не смог заставить замолчать даже один язык, но уничтожив его, вместо него и вслед за ним открыл тысячу уст. первый же немедленно напугал царя вслед за убийством так сильно страх сотряс совесть Ирода, что он думал, будто убитый им восстал из мертвых и творит чудеса. И теперь, начиная с того времени и навсегда, Иоанн постоянно обличает его по всей вселенной и через самого себя и через других, ибо всякий читающий это Евангелие говорит «Нельзя тебе иметь жену Филиппа, брата твоего». Да и помимо Евангелия во время встреч и в собраниях дома и на улице повсюду, по всей земле, который освещает солнце, и даже до самых окраин ты услышишь этот глаз и увидишь этого праведника, как он по сей день вопиет, возглашает и обличает тирана и никогда не умолкает, причем его обличение по прошествию времени времени не ослабевает. Созвучно со святителем Иоанном Златоустом Амбросий Медиаланский настаивает на том, что смерть едва ли может остановить проповедника истины. Это трактат Амбросия Медиаланского святителя о девственницах. Здесь он пишет «Взирай, царь жесточайший, на зрелище достойное твоего пира. Протяни свою правую руку, чтобы потоки праведной крови потекли по безжалостным пальцам твоим. Блюда не смогли утолить голод, чаши не смогли утолить жажду неслыханной безжалостности. Так пей же кровь обильно текущую из сосудов отсеченной головы. Смотри в глаза, которые даже будучи мертвыми остаются свидетелями твоего преступления, отворачиваясь от наслаждений. Эти очи закрываются не столько из-за смерти, сколь от отвращения к роскоши. Молчат обескровленные золотые уста того, чей совет ты не смог принять, но в них по-прежнему таится опасность. Язык, который и после смерти готов служить как живой в своих судорогах продолжает осуждать нечестивца. Конец цитаты. Здесь святитель Амвросий в согласии со Златоустом свидетельствует о том, что невозможно остановить пророков истины, совершающих свой апостолат во Христе и со Христом. В этом же трактате Амвросий Медиаланский пишет «Голову его приносят иродиади, та веселится, радуется, будто бы убив судью, избавилась от преступления. Что скажете вы, праведницы, видите, чему вы должны учить дочерей, отчего отучать». То есть праведные женщины наставляют дочерей в благочестие, а не в греховных деяниях. Таким образом, по Амвросию Медиаланскому эта женщина иродиада, она погубила не только себя, но и свою дочь. А в трактате о соблазняющихся Златоуст писал «Какой вред потерпел этот праведник от кончины, от насильственной смерти, от цепей, от темницы, кого из здравомыслящих он не исправил тем, что говорил, тем, что претерпел, тем, что и теперь еще проповедует то же самое, что и тогда при жизни. «Потому не говори, отчего позволено было ему умереть, ибо то, что произошло с ним, было не смертью, но венцом, не кончиной, но начатком высшей жизни. Научись любомудрию, и не только не повредит тебе ничто, из подобного, но и выгоду обречешь величайшую». И мы всегда вспоминаем слова Христа, когда Он говорит, кто душу свою, то есть жизнь свою, потеряет за меня и Евангелие, говорит Христос, тот обретет ее. То есть теряя, мы обретаем. Погибая, мы переживаем воскресение, проливая кровь за веру, входим в славу небесного Царствия Божия. Как я уже сказал, Иоанн Креститель был претеча Христа во всем, и так как Иоанн Креститель умирает раньше Христа, как претеча Христа, он предвозвещает кончину Христа. Об этом писал Петр Хризолог, это собрание проповедей, и вот тогда алчный дракон, то есть Ирод, в голове раба отведал то, чего он так жаждал страдания Господа. то есть казнь Иоанна Крестителя, она предвосхищала страдания Господа. Я помню, когда я был мальчиком, мне было лет 9-10, я пришел домой, а за столом сидит моя бабушка и мой дядя Валерий, и бабушка говорит, у нас большой праздник усекновения главы Иоанна Крестителя. И мой дядя возмутился, человеку голову отрубили, а у них праздник. И бабушка сказала, главное, за что ему отрубили голову, а не то, что голову отрубили. Есть живые, которые уже головы потеряли, как безголовые ходят, без ума и рассуждения, а он за Христа пострадал. И она права. Иоанн Креститель пострадал за логос слова, которое через закон Моисеев, закон Божий наставляло его, ибо, как сказано о Христе в Новом Завете, дух Христов из древней свидетельствовал честь пророков. Поэтому для Иоанна Крестителя верность закону Божию – это верность Христу, а верность Христу – это верность Божественной заповеди. И Церковь всегда воспринимает мучеников не как тех, которые потерпели поражение, напротив, как тех, которые одержали победу. Ибо почему умершают мучеников? Потому что не могут их переубедить, не могут их заставить отреться от своих вероубеждений, и как признание своего бессилия, не могущие погубить их блаженные души, умершляют их тела. Поэтому сам греческий термин «мученик» «мартирис» он переводится этот термин словом «свидетель». Имеется в виду, что этот человек своей смертью свидетельствует о высоте своих вероубеждений, которые для него не пустые слова, не пустой звук, но он готов принять и смерть. Поэтому в понимании мученика как свидетеля веры в этом слове мы видим даже элемент некой торжественности. Это человек, который преодолевает страх смерти, который, исполняя волю Бога, вечно, всегда будет жить этой победой, которую он одерживает силой своей крови с Богом и в Боге. Как учитель церкви Тертулиан учил, что кровь мучеников, она напрасно не проливается, она оказывается тем оживительным семенем, из которого церковь, возрастая, поднимается на более и более высокий уровень. И в этот день мы восклицаем Крестителю Спасов Иоанне, моли Христа Бога спастись и душам нашим, ибо своими страданиями и смертью он проповедовал Христа, как истина его претеча и как друг жениха. Друзья, чтобы вам не пропускать беседы на праздники, тематические беседы. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы наши встречи проходили бы на регулярной основе. Спасибо всех, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok